Посмотрим, как намерение выглядит образно, визуально. Намерений вы в дневниках находите три. Высказаться, выслушать, найти решение. Так? Давайте посмотрим на это картинками. Высказаться. Когда я подчеркиваю это в дневнике ненасильственного общения, у меня образ такой приходит. Мне срочно нужно выплеснуть из себя какие-то эмоции, состояния, мысли. Иначе просто меня впорвет. Это движение наружу. Мне срочно нужно освободиться от чего-то внутри. Вот прямо сейчас. Хочу высказаться. Отлично. Это вот такая штуковина. Примерно такая. Хочу вовне что-то выпустить. Внутри этому уже тесно. Намерение выслушать. Мы работаем принимающей стороной. А это означает, что мы будем работать зеркалом. Вот таким объемным, живым, благожелательно настроенным зеркалом. И это нам будут высказываться. А мы будем слушать. И смотрите, у нас красного нет. Мы принимаем, смотрим. Не забывая о самой эмпатии. Конечно, проявляем эмпатию. Но по сути мы зеркало. Если работаем так, получается включаться без автоматически рождающихся советов, без быстрых примеров из своей жизни. Смотрите, здесь ничего не кипит. Мы принимающая сторона. Смотрим, слушаем. Иногда даже этого бывает достаточно. Особенно, если мы в контакте с собой. То есть, с самой эмпатией все в порядке. Мы понимаем, ради чего мы здесь. Внутри своего ничего не варится, не кипит. Мы превратились в зеркала. Выслушать. Принять человека, как он есть. Третий вариант. Найти решение. Это означает, что есть каких-то два поля. Вот мне сейчас приемлемое решение, которое помещается сюда. Можешь сейчас согласиться на то, что попадает вот в это поле. И проблема в том, что мы не видим пересечения этих полей. Они очень разные. Я согласна только на пикник. Он согласен только в кино. Я согласна только на природу. Он согласен только потусоваться. Очень разные поля. Когда ищем решение, мы ищем не просто контакт. В принципе, иногда бывает одну точку соприкосновения найдешь, уже приятно. На самом деле, мы хотим не вот этого человека и его поле притянуть к нам. Вот сюда, пожалуйста. И не сами туда тихой, такой вот партизанской штукой подкрадываемся. Не мы уступаем, не его к себе перетягиваем. Мы ищем, какие настоящие потребности сейчас в нем. Какие настоящие потребности сейчас в нас. И если это будет видно, как правило, оказывается, что эти поля имеют не просто точку соприкосновения, они имеют целую область пересечения. Как минимум, если они вообще совпадают. Вряд ли совпадают, иначе мы бы сразу увидели решение. Но есть эта область пересечения. Там, где и его потребности, и мои потребности, вполне нормально будут светиться вместе. Никому не будет плохо. Никому не будет компромиссно прижато что-то, прищемлено. Потому что компромисс такая штука интересная. Кому-то обязательно этим компромиссом что-то прищемили. Выбираем другой вариант. Выбираем вот этот. И это и есть найти решение. Не силой притянуть, не душевностью и жертвенностью уступить. А найти такое поле, на котором потребности двух сторон будут удовлетворены. Будут сиять. Заметьте, ярче, чем по отдельности. Лично мне в дневниках ненасильственного общения не хватает четвертого варианта намерения. Я его нарисую вот здесь. Как правило, когда я заполняю дневник не для того, чтобы найти решение, мне очень важно, высказывая, выписывая, продумывая то, что происходит во мне. Это со всей ясностью, на которую я способна увидеть. То есть, по сути, я хочу услышать себя. А это означает, что я срабатываю зеркалом сама для себя. Вот таким сферическим, чистым. То есть, то, что во мне накипело или назрело, и пока не полностью понято, не полностью осознанно, я начинаю осознавать, видеть с других, с новых точек зрения, живо и полно и красиво, без критики, именно с помощью ненасильственного общения. Вот этого большого, красивого, живого сферического зеркала. Сферического, потому что объемного. Я действительно вижу то, что происходит внутри меня. Ради этого, собственно, очень многие из нас и пишут дневники. Услышать себя, увидеть себя в полноте. Итак, иногда нам нужно просто высказаться, выплеснуть. Иногда мы действительно хотим поработать принимающим зеркалом, услышать другого человека. Иногда пора искать решения, совершенно конкретные. А иногда мы хотим услышать себя, увидеть себя так, как это позволяет сделать ненасильственное общение. Выбираем намерение осознанно.